МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дежавю. Двенадцать лет назад точно так же мы с тобой здесь гуляли вместе. Помнишь? Помню. Ты любила ломбир с шоколадной крошкой, да? А ты ванильная. Да. И мы всегда откусывали друг у друга по три раза. Чтобы все были здоровы. Чтоб никогда не расставаться. Хе-хе. 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 Если нас кто-то из знакомых увидит. И что? Разве любить это противозаконно? Вот я люблю тебя. И готов кричать об этом на весь свет. А не надо об этом всем сообщать. Мне скажи. Одной. Я тебя люблю. Давай никогда не расставаться. Давай. Ну, вот здесь лежало четыре пирожных. Нас тоже четверо. Ты, я, Алина и Леша. Тарелка уже пустая. Кроме тебя никто не ел. А тебе что, жалко, что ли? Да, мне не жалко. Я хочу, чтоб ты делилась, Яна. Не, ну, если тебе жалко, я, в принципе, могу тебе денег отдать. Слушай, ты при чем здесь деньги? Ешь на здоровье, но нужно думать о других. Сколько? Что мы живем. Чего, сколько? Ну, денег сколько? Да какие деньги? Дело не в деньгах. Ну, ешь сколько хочешь. Я же не об этом. Ну, послушай, постой. Руки свои! Убери от меня! Что происходит? Прости, я задержалась. Я журнал заполняла. Ага. Я знаю, что ты из-за Яны задерживаешься. Слушай, я подумал, может, все-таки… Спасибо. Позвоните Вике, а? Объяснить, что не уживаемся, а может, приедет, заберет. Чего вдруг? Да потому что рушится все. Я не могу с ней общий язык найти. Ты приходишь поздно, и Лешка себе места не находит. Мы семья или как? Ну, вообще-то она тоже твоя семья. Ну, характер-то. Как быть? Лукашев, а что ты хотел? Вы сколько лет не виделись? Много. Не знаю. Договариваться как-то надо. На компромиссы идти. Выстраивать отношения надо. Понимаешь? Ну, да, ты права. Надо потерпеть просто. Выстраиваем отношения. Я могу на тебя рассчитывать? Да. Есть будешь? А… Пельмени. Ну, мы же задерживаемся. Больше ничего нет. Ну, хорошо. Пельмени, так пельмени. Вспомним студенческие годы. Егор. Егор. Да? Слушай, ты помнишь, я говорила тебе про мальчика, родители которого погибли в автокатастрофе? Да-да, конечно. Помню. Чтобы его усыновить, для начала нам нужно пройти в школу приемных родителей. Это что такое? Там с нами будут работать педагоги, психологи, рассказывать о специфике жизни с приемными детьми. А ты чего такой напряженный? Расслабься. Расслабься. Родной мой. Я уверена, что у нас с тобой все получится. Вот и видишь, нам отдадут этого мальчика. Ты только не волнуйся, ладно? Угу. Так что, я могу нас записывать? Да. Да, конечно. Ну, вот и слома. Похоже, у нее разрыв селезенки. Паркурщики, знаете? Знаю. Идиоты такие, что скачут по крышам, пока не покалечатся. Не идиоты, это просто способ жизни такой. Нет границ. И если ж препятствие, любое препятствие можно преодолеть. Видимо, не любое. Да. Давление упало. Готовьте ее к операции. Быстро. Помощь нужна? Нет, спасибо. Я сам. Займись парнем. Почему? Потому что. Вдохни глубоко. Срочно на рентген его. Ребра посмотрите. Хорошо, Егор Львович. Как мне нравится, когда ты меня слушаешь. Разрыв одномоментный. Отсос. Десять. Пульс сто двадцать. Ага. Реально нападает. Подключай. Семьдесят, Серега. Готово. Скальпель. Зажим. Черт, ну не могу же я всю селезенку удалить. Попробую зашить. Крови хватит? Более чем. Красивая девчонка. Юная совсем. Как я так угораздил. Так. Первый разрыв. Серега спасешь девчонку слово дает. На море ее повезут. Ты это, Настя, не забудь сказать. А, Тихо. Помни золотое правило. Не крути шашни там, где работаешь. Ко мне это не относится. Конечно. К тебе это не относится. А мне поздно уже. Я с Настей закрутил. Ты же знаешь, Серега, я никогда святым не был. А до сих пор Настя не замечала. Надеюсь, и не заметит. Не замечала. Она тебе просто говорить не хотела. А так все замечала. Потому что верит. Или, может быть, тебе все устраивает. Она глупышка, конечно, но миленькая. Накрывай место разрыва сальником. Как ловко у тебя все это получается. А ты не боишься, что я Насте все расскажу? А смысл? Хочешь, чтобы хорошенькая девочка плакала? Зачем тебе-то надо? Или ты хочешь, чтобы я с тобой на Кавказ поехал, а? Так ты только на Мишу. Слушай, не следи за давлением, а то я с тобой на Кавказ поеду. И как на тебя девки ведутся? А ты у Насти спроси. Сохранили селезенку. Ну, все. Теперь эта девочка точно моя. Ты так в этом уверен? Ну, я в смысле, кто ее? Из наркоза выводить будет. Мам, как там Поле? Больше всего меня сейчас беспокоит, как ты. Куда подевались эти врачи, а? М? Так, я сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то! Кто-нибудь мне скажет, что с моим мальчиком? Мам, я уже не мальчик. Мне девятнадцать. Волноваться пока никаких причин нет. Переломов нет. Есть трещина в правом девятом ребре. Ушиб почки. Если в течение нескольких дней ухудшений никаких не будет, то мы домой его отправим. Скажите, а как там Поле? Что с ним? Да помолчи. Ты сейчас важна, как ты. Сейчас идет операция. Вы что, ждаете ухудшения? Нет, мы ничего не ожидаем. Но не исключаем. Надо понаблюдать. Покой и прием назначенных препаратов — это все, что сейчас Коле нужно. Может быть, раз почка, тогда переведем мальчика в НИИ урологии? У нас же кто-то был там, да? Я думаю, мы именно так сейчас и поступим. Я позвоню. Послушайте, послушайте, не надо никого никуда переводить. Коле сейчас необходим покой. Полный покой. Вы это понимаете? Я уверена, что здесь ему не окажут должного внимания. Абсолютно с тобой согласен. Интересно, почему вы в этом уверены? Поверьте, Колю будет лечить лучший врач нашего отделения. Познакомьтесь, это доктор Лукашева. Никакой НИИ урологии и рядом с ней не стоял. Егор Львович, но только лишь потому, что вас рекомендуют очень приличные люди, я доверюсь вашему мнению. Да, да, да. Именно под лично вашу ответственность. Ну, вот и славненько. Нет, 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 нет. Так нельзя. Вдруг кто-то зайдет. В кабинет никто без ступка не входит. Пожалуйста. Я серьезно. Алина, я же ничего от тебя не требую. Никаких условий. Нет? Нет. Ну, разве только одно — слушайся меня. Я так нечестно. А ну-ка, поцелуй меня. Это что, это приказ? Да, это приказ. Приказ заведующего хирургическим отделением. Все-все-все. Я так не могу. До вечера. Егор… Егор, а что здесь происходит? А что случилось, Таня? У меня был деловой разговор с подчиненной. В чем дело? Ой, дядя Люд, что же вы одна? Давайте помогу. Помогай. Представляешь, мало того, что такая молоденькая, но еще и счастливая. В рубашке родилась. Подождите, а откуда здесь это? Нет, ну… Ну, Настя, а я откуда знаю, а? Молодой человек, что вы здесь делаете? Я тут вообще так к своей маме пришел. Это не проходной двор, а хирургическое отделение. И если вы пришли навестить свою маму, то должны были одеть бахилы и халат. А также быть в сопровождении близких родственников. Моя мама тут не лежит. Она тут работает. Вот как. И как же ваша фамилия? Можно узнать? А ваша? Моя фамилия Котов. Я заведующий отделением. А, так это вы папина назначение из-под его носа увели. Моя фамилия Лукашев. Моя мама Алина, а папа Сергей. А что ж ты сразу-то не сказал? Ах, вот и какой. Ну, давай я тебе покажу, что тут у нас есть. Я тут вообще-то уже сто раз все видела. А что-то случилось? Привезли кого-то? Нет. Топырь, а что это такое? Визитка моя. А что она делает у пациентки из шестой палаты? А, Настя, ты чего? Это же как реклама. Ну, мол, если понадобится анестезиолог, обращайтесь. А в социальных сетях ты сейчас тоже рекламой занимаешься? В рабочее время, да? Ну, вообще-то у меня перерыв, что хочу, то и делаю. Покажи, с кем ты переписываешься. Настя, ты ведешь себя, как ревнилая жена. А ты что думал? Будешь крутить шашень у меня под носом с какими-то малолетками, а я буду это терпеть, да? Да в чем дело? У тебя гормональный сбой, что ли? Топурия, покажи, с кем ты переписываешься. Настя, что за наезд? Мы же договаривались, никаких упреков, наездов, мы хорошо проводим время. У нас свободные отношения. Вот, значит, как это называется. Свободные отношения, да? Да пошел ты! Сейчас мы маму твою найдем обязательно? Я думаю, она здесь, в ординаторской. Ребят, Алина здесь? Сейчас вернется, минут через пять. Хорошо. Давай-ка здесь посидим. А что с этой штукой делать можно? Ну, не знаю. Можно соседей подслушивать. А, я смотрела фильм про гангстеров. Там замки взламывают и подслушивают этой штукой. А, что-то там крутят, это вспоминаю. А что у нас делать в посторонней выделении? Где белый халат, смены, обувь? А мы тут мою маму ждем. А кто ваша мама? Молодой человек. Можно узнать? Моя мама Алина Лукашева. Она сейчас придет. Странно. На маму совсем не похож. На папу тоже. Я на дедушку похож. Замечательный пацан, правда? Правда. Молодой человек. А вот бахилы вам все-таки придется надеть. Хочешь, послушаю тебя? Светошумовая. А-а-а. Кошмар какой. Ты чего меня не предупредила? Я просто сюрприз хотела сделать. Тебе это удалось. Почему после школы домой не пошел? Потому что там Яна. Она опять меня жизни учить не шла. Понятно. Ладно, я с ней вечером поговорю. Не хватало еще, чтобы ты из-за нее боялся домой возвращаться. Я не боялся. Просто сюрприз. Просто сюрприз. Ха, что ли. Если бы не Егор Львович. Не нравится мне этот кот. Он противный. В чем не противный? Он фанадоскоп, между прочим, подарил тебе. Все равно он не хороший. Добренький, только притворяется. День сегодня такой тяжелый. А ты вообще в одежде в отделение ввалился. Татьяна Юрьевна, вот, пожалуйста. Спасибо. Алина Лукашева. Девичество Зимина. Выпуск 2003 года. Специализация в хирургии. Научный руководитель. Котов Егор Львович. Алина. 2003-й. Они к нам с мужем сразу после института пришли. Только она через полгода ушла в декрет, а он за них двоих пахал. Ну, Господи, этого не может быть. Ну, вот. Совсем другое дело. Папа тебя не узнает. А он меня и не увидит. Почему это? А смысл? Он меня все равно обратно сдавать собирается. Что за бред? А ну, давай это посмотрим. Зачем вы все это делаете? Ну, на меня это мало. Зачем вы хотите мне понравиться? Я же здесь ненадолго перекантуюсь, чтобы маме не мешать. И все, привыкать не надо. Я не стараюсь тебе понравиться. Я просто хочу, чтобы мы были как семья, понимаешь? Ой, хочу, чтобы мы завтракали вместе, обедали, ужинали, в кино ходили. Вот так вот сидели бы, болтали, платье мерили. Я не хочу с тобой воевать. Я не понимаю, о какой семье идет речь. У вас своя семья, а у мамы своя. А я никому не нужна, я сама по себе. Теперь ты часть нашей семьи. Таня! Что случилось? Почему ты пьешь? У него родственники нашлись. У кого? У мальчика, которого мы хотели усыновить. Ну, понятно. Но слава Богу, что есть родня. Значит, нам с тобой не судьба. Детских домов много. Судьба. Егор, поехали, а? Танечка, с этим нельзя торопиться. Егор, я тебя молю, пожалуйста, поехали. Нам все равно ребенка сразу никто не отдаст. Ну, мы хотя бы выберем, начнем бумаги оформлять. Этим нельзя злоупотреблять. Завтра на работу. Егор, ты мне не ответил. Не надо на меня давить. Таня! Я вообще не уверен, что хочу воспитывать ребенка из детдома. Что? Ну, ты же говорил, что согласен. Я ничего не говорил. Ты слишком много выпила. Давай поговорим об этом завтра. Ты согласился! Я поторопился. А сейчас я понял, что не хочу воспитывать чужого ребенка. Извини. Чужого ребенка. Чужого ребенка. Я не одинока. Кто сказал? Она сама сказала. Ей надо больше времени уделять. Пойти куда-то вместе, как семья. Так-так-так-так-так. Кто бы мне две недели тому назад сказал, что ты будешь так говорить? Лукашев, я серьезно. Ну, я серьезно. Между прочим, серьезно. Ты мне очень нравишься. Ну, ты слышишь меня или нет? Если отпустить эту ситуацию, то через несколько лет с ней вообще будет невозможно разговаривать. Давай не будем отпускать эту ситуацию. Я же не против. Может, мы сходим куда-нибудь? А? Пожалуйста. А что такое? Я только умьюсь? Сереж, я просто устала. Подвинься, пожалуйста. Что-то ты часто устаешь. В последнее время. Так. По какому случаю такой боевой раскрас? Мы расстались с Гришей. Поздравляю. По такому поводу я тоже губы накрашу. У тебя что, роза? О, а у меня будет, о, нежная сирень. Мне сейчас как-то не до красоты, знаешь. Мне очень сильно плохо. Я просто пытаюсь себя отвлечь. Плохо, детка, тебе было бы, если бы ты замуж за него вышла. Ничего, пострадаешь. Пройдет какое-то время, встретишь настоящую любовь. Любовь? Я подумала, а вдруг это и есть настоящая любовь. Настя, очнись. Какая любовь? Ты ему не веришь. Каждый день ты ожидаешь от него предательства. Это любовь. Да не нужны мне ровные отношения, понимаешь? Мне нужна эмоция, страсть. Да, страсть — это именно то, что тебе сейчас необходимо. Ну, откуда тебе знать? Ты сама хоть раз в жизни на другого мужчину посмотрела? Да, куда уж они. Как увлекательно проводит время наша сотрудница. Татьяна Юрьевна, у нас обед. Лукашева, а вы почему вчера раньше времени ушли с работы? По личным обстоятельствам. Если у вас так много личных обстоятельств, может быть, вам работу сменить? Чтобы неудобств не возникало. Немедленно смойте с лица эту пошлость. И вернитесь на свои рабочие места. Да. А вам, Лукашева, отдельное предупреждение. Еще одно нарушение трудовой дисциплины, и я вас уволю. Это жизнь, детка. А ты слезы льешь по топории. Настя, Настя, ну, постой. Ну, что ты все еще стергишься? Я не сержусь, я делаю выводы. Настя, ну, все хорошо было. Ты же умная девушка. Почему нельзя, как раньше? Потому что я уже другая, и как раньше уже никогда не будет. Все такое? Нет, не все. Шоколадка решил подкупить. Как ты любишь черный. Угу. Хотя, знаешь, кроме шоколадки у меня есть еще одно условие. Ну, так давай, озвучь. ЗАГС. Или я твоя жена, или даришь шоколадки своему малолету. Так, Настя, стоп. Мы же договаривались. Не дави на меня. Ты на меня даришь. Я не давлю на тебя, топория. Ты свободный человек. За пять метров скандалом пахнет. Ты чего здесь? Рабочий день закончился. Это у тебя закончился. У меня только начинается. Ночная? Угу. Что опять за сладкая? Ай. Слушай, поговорить надо. Только давай не здесь. Тут одни нервные. Давай-давай. Пойдем. Поговорим. Все. Все. Мне пора идти. Все. Мне пора. Пора идти. У Лешки нужно уроки проверить. Накормить детей. Надеюсь, у них там перемирие. Подожди, Аля. Все. Дай мне посмотреть на тебя еще раз. Ой. Я такая счастливая, что, господи, даже страшно как-то. Только это. Что? Мне кажется, твоя жена что-то знает. Она сегодня в ординаторской такой разнос мне устроила. Из-за того, что я вчера с ребенком раньше ушла с работы. Она просто помешана на дисциплине. А ты под руку попалась. Ничего личного. Все равно, мне кажется, она что-то подозревает или… Послушай, я разберусь. Я мужчина и должен решать все вопросы. Ты согласна? Согласна. Сынишка у тебя хороший. Пусть почаще приходит. Да. Ты ему тоже очень понравился. Ты ему тоже очень понравился. Знаю. Отвечай. Да. Где-где? На работе. В магазин зашёл. Скоро буду, не ворчи. Не ворчи, говорю. Самому противно. Ну, я просто не могу и сейчас сказать правду. Она переживает из-за этого неудавшуюся ЭКО, и ты понимаешь? Понимаю. Ещё я понимаю, что у тебя есть жена, у меня есть муж. И правду сказать мы им не можем. Ну, пока не можем. Я пойду. У меня там дети одни. Алина. Пока. 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 Что это? По какому поводу? Сюрприз. Ты теперь понял, почему я просила тебя приехать пораньше? Не хотела, чтоб твоя любимая телятина по-милански остыла. А я думал, что на ужин меня ждёт очередная порция упрёков. Присядь. Сядь, пожалуйста. Если честно, я сначала тоже так думала, но потом решила устроить тебе сюрприз. Алина. Егор, я обещаю, никаких упрёков сегодня не будет. Только любовь. Ты же хочешь что-то сказать? Я вижу. Говори. Я планирую сделать ещё одно ЭКО. Понятно. И это ещё не всё. Ещё самое главное. Егор, я очень тебя люблю. И верю, что у нас с тобой будет всё хорошо. Да, Тань. Обязательно будет. Я обо тебе очень соскучилась. Таня, у меня был трудный день. Тогда мы расслабимся. Я просто хочу поспать. Хорошо, я тогда пойду с тобой. Тань, давай в выходные расслабимся. Извини. Ну, хорошо, иди. Иди отдыхай. А телятину по-милански тоже не будешь? Жевать тяжело. Танюш, не начинай. Ты же вроде не планировала. А мои планы тебе, впрочем, как обычно, не очень-то интересно. Спокойной ночи. Лёшка, здесь всё написано. Посмотри, пожалуйста, в книгу. Смежные углы и те, у которых общая вершина и общая сторона. Ну, это так сложно запомнить. Общая вершина, общая сторона. Пожалуйста. Это всё потому, что у меня телескопа нет. Да? Чем тебе телескоп поможет? Понимаешь, мам, телескоп — это такая штука, которая помогает во всей жизни. С ним я буду счастливее и внимательнее, и с углами разберусь. Загнул ты, Алексей Сергеевич, давай. Ну, теперь всё понятно. Что? Интересная история получается. Я тут сопоставила кое-какие цифры и поняла, что вы роман крутили с моим отцом ещё до того, как он от мамы ушёл, да? Ты этим вместо алгебры занималась? А это куда поинтереснее алгебры будет, знаете ли. Значит, вы крутили роман с женатым мужчиной, зная, что у папы и я и мама есть, да? Яна, ты не права. Ты не знаешь, в чём дело. А в чём дело? Хочешь знать, такая взрослая? Да, я хочу знать. Твоя мама сама выгнала Сергея, когда у неё появился новый мужчина. Я знаю своего папу. Он бы никуда не ушёл, если бы вас не было. Но это никто не может знать. Я знаю. И теперь я знаю, кто виноват в том, что у меня нет семьи. Это вы во всём виноваты. Это вы всё разрушили. Лёша, занимайся. Ах, Коля, Николаша, да на край света я сто… Отчего ты так разногишался? Жарко? Коля? Коля, что с тобой? Господи, бледный весь! Эй! Кто-нибудь, позовите Лукашёва! У пациента приступ! Доправился наш паркурщик. Фиксируем. Восстанавливаем катетер в брюшную полость и диализ. Давление семьдесят на сорок. Ничего. Так. Катетер установлен? У пациента судороги. Вижу, всё в порядке. Не выдержит пацан. Под руку не говори. Что значит не выдержит? Ему же не сто лет. Пацан молодой, все функции восстановятся. Давай, диализ. Вы сами рекомендовали эту Лукашёву. Вы сказали, что она лучшая. Так и есть. Мой мальчик чуть не умер. Как такое могло случиться? Её даже в больнице на тот момент не было. Послушайте, ночью дежурил другой врач. Он и спас вашего сына. Если бы моему ребёнку прописали правильное лечение, то и спасать бы его не пришлось. Я так просто этого не оставлю. Тихо, тихо. Успокойтесь. У меня есть связи в министерстве. Сейчас я позвоню, и я думаю, мы всё решим. Послушайте, давайте мы пройдём в мой кабинет и там всё обсудим. Пойдёмте. Я хочу видеть главного врача. Я имею право. Ну что? Как он? Всё в порядке. Мы почистили. Жить будет. Я не понимаю, как это произошло. Где я допустила ошибку? На УЗИ всё нормально было. Моча, биохимия. Всё в порядке. Послушай, я взял анализ. Через час будет готов. Он живой, а это самое главное. Ты вытащил его. Да, перестань. Вовремя успели просто. Чудо, наверное. Да. Чудо. Ты понимаешь, что я должна принять меры в связи с произошедшим ночью ЧП? Таня, прежде чем принимать меры, нужно выяснить, что произошло. Никаких предпосылок для отказа почек не было. Егор, я знаю, что Алина твоя любимая ученица. Но, может, не стоит прикрывать непрофессионализм? Танюша, ну, при чём тут это? Просто надо выяснить, в чём причина такого странного рецидива. Вот и всё. А причина мне абсолютно ясна. Лечащая врач Лукашева просмотрела явные признаки почечной недостаточности и интоксикации организма. И поэтому она должна быть уволена. Причём по статье. Тань, успокойся. Давай за мной. Мы же не такие вопросы разрулили. Значит так, Егор. От меня только что вышли родители мальчика. У них связи. Причём на самом высоком уровне. И уж поверь мне, они этого просто так не оставят. И потом, Егор, ты же знаешь, что людей с большими связями обижать нельзя. Закончиться может плохо. За это должен кто-то ответить. Либо ты, либо она. И поэтому будь добр. Уволь свою ученицу, как её непосредственный начальник. Танюш, я же, я хирург. Я не занимаюсь кадрами. Я начальник в операционной. Если ты так хочешь, если без этого нельзя, тогда увольняй её сама. Ты же у нас главврач. А ты что, боишься? Чего я боюсь? Что твоя любовница даст тебе отворот-поворот. Да сколько можно, Таня? Какая любовница? Она рядовой сотрудник. Ну, тогда в чём проблема? Уволю её. Вот и всё. Значит так, Егор. Это мой приказ. И прошу немедленно привести его в исполнение. Расстрелять не надо. Всю жизнь мне будешь мстить. У меня всё, Егор Львович. Выполняй. Алина, меня просто поставили перед фактом. Дело раздуло. Я не понимаю. Ты увольнять меня собираешься? Я тебя не увольняю. Я тебя отстраняю. На время. Пока всё не успокоится. Егор, я здесь ни при чём. На УЗИ всё было чисто. Анализы в порядке. Алина, успокойся. Я знаю. Но сейчас не время лезть на рожон. Сейчас время отступить и затаиться. А я не хочу. Я не виновата. Иди ко мне. Иди-иди. Алина, слушай меня. Я знаю, как лучше. И я за тебя отвечаю. Алина, между нами это ничего не меняет. Я тебя люблю. Ты меня поняла? Да, я поняла. Ну, тогда поцелуй меня. Хорошо. Как самочувствие? Как там Поле? Когда мне разрешат её навестить? Погоди. Тебя самого ещё навещать надо. Выдал ты, конечно, вчера. Я ничего не выдавал. Послушай, ты ничего сказать мне не хочешь? Нет. Смотри, у меня в руках результаты анализа. Официальные, в которых ясно написано. Зачитываю. Острая почечная недостаточность произошла вследствие приёма большого количества нестероидного противовоспалительного препарата, который мы тебе, Коля, не назначали. Где ты взял его профил? Я ничего не брал. Послушай меня внимательно. Из-за тебя могут уволить хорошего врача, которого уже отстранили от работы. И она ни в чём не виновата. Доктора Лукашёва могут уволить? Хорошо, если не посадят. Между прочим, твои родители подали на неё в суд. Анализы у меня уже есть, поэтому рано или поздно мы всё выясним. Очень я рекомендую тебе всё рассказать. Я в интернете прочитал, что при проблемах с почками от этого обезболивающего только хуже станет. Так? Я и подумал, что это как раз то, что мне нужно. А зачем было вредить себе? Родители сказали, что после выписки меня сразу же в Лондон сошлют, чтоб подальше от поля. Серьёзная ссылка. Я без неё никуда не поеду. А они говорят, что поеду как миленький. Но я и подумал, что если у меня будут проблемы со здоровьем, они меня никуда не отправят. Думал, потошнит и всё. Видно, с дозировкой переборщил. Значит, поступим таким образом. Заявление мы на тебя описать не будем, но ты напишешь объяснительное. Договорились? Угу. Влюблённый. Ну что жена, можешь не торопиться. Повоюем ещё. Что это? А это результаты анализов и признание Коли в том, что наглотался таблеток в знак протеста. И что это значит? А это значит, что ты ни в чём не виновата и можешь спокойно работать. И всё. Господи. Ой, ты спас меня. Прям камень с души. Если б не ты… Если б не я, то результаты анализов посмотрел бы кто-то другой. Но я очень рад, что это я. Боже, как ты давно самой такой не была. Какой такой? Ласковый. Ласковый. Нежный. Алин, послушай. Я же вижу, что что-то не так. Я не знаю, за чего. Может, за Яной или ещё за чего-то. Ты же явно от меня закрываешься. Да ничего, я не закрываюсь. Закрываешься. Алиночка, ну ты же можешь мне сказать всё, как есть. Ты только не молчи. Это самое трудное. Алин. Спасибо. Спасибо. Мало того, что ты в моём кабинете. За моим столом. Ты ещё и в бумагах моих роешься. Что за тон, Таня? Почему ты так со мной разговариваешь? Ты зачем пришёл? Алина не виновата в том, что произошло ночью. Парень признался, что наглотался таблеток, которые стащил в процедурный. Она не может быть уволена. Я тебя поздравляю. Твоя любовница вышла сухой из воды. А вот ты отстранён от должности заведующего. Что ты сказала? Потому что ты несёшь ответственность за то, что у тебя пациенты из открытой процедурной препараты таскают. Сегодня обезболивающее, а завтра у нас наркосодержащие пропадать начнут. Я обязана это пресечь. Таня, ты серьёзно? Абсолютно серьёзно. На твоё место назначен Сергей Лукашёв. И он, в отличие от тебя, будет делом заниматься, а не шашни на работе крутить. Что ты несёшь? Хватит! Хватит, Егор! Что? Что, циферки в уме сложил? Посчитал? А о чём? Дата рождения её сына! Господи, хотя что здесь считать-то? Да вы же похожи, как две капли воды. Таня. Ты была права. Таня обо всём знает. Да, впрочем, это уже не важно. Главное, что с твоей репутацией всё в порядке. Я так больше не могу, Егор. Алина. Я устала. Алина, подожди. Егор, послушай меня, пожалуйста. Я устала всё время прятаться. Всё время скрываться. Я устала врать мужу. Алина, тише, тише, тише. Испытывать чувство вины. Я устала. Я не могу так больше. Тише, 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 тише. Тише, тише, тише. Тише, успокойся. Больше не надо ни от кого прятаться. Я всё знаю. Лёшка мой сын. Мне надо было раньше об этом догадаться. Таня тоже знает. И рано или поздно она всё расскажет Серёже. Господи. Так что тебе надо сейчас самой, самой ему как-то обо всём рассказать. Девочка моя, девочка моя, посмотри на меня, любимая моя. Алина, Алина, посмотри на меня. Всё хорошо, слышишь? Всё хорошо. Мы вместе. Я всю жизнь об этом мечтал. Нам не надо больше ни от кого бежать. Ни от кого прятаться. Я прятаться не хочу, слышишь? Я хочу быть с тобой. Ты, я и наш сын. Иди ко мне. О, заходи. Давай. Проходи, я всё уже сделал. Наконец-то справедливость восторжествовала. С назначением ты его заслужил, Лукашев. Спасибо. Правда. А чего таким углёмым голосом? Мне надо тебе рассказать кое-что важное. Я люблю другого мужчину. Давно люблю его. Я жить с ним хочу. Развестись с тобой. Глубокий надрез. Это Котов, да? И давно у вас? Месяц. Серёжа, прости, я больше уже не могу это задавать. Ты можешь делать всё, что хочешь, но Алёшку я тебе не отдам. Алёшка не твой. В смысле? Лёша, сын. Егора. Да, сейчас ты меня убила, конечно. Прости меня. Значит так, завтра мы с Яной уезжаем. Серёжа. Ты можешь ничего не говорить. Ты всё сказала. Господи. Я тебе не мальчик для битья. Устроила показательную порку при всех. А тебя если вовремя не выпороть, ты же не успокоишься. За столько лет совместной жизни я уже хорошо выучила, как с тобой обращаться. Да ты всю жизнь давила на меня, Таня. Всю жизнь заставляла делать то, чего я не хотела. Да. Только благодаря этому ты имеешь то, что имеешь. Благодаря мне, моим связям, моему папе. Опять. Знаешь, мне иногда кажется, что ты ради этого на меня и женился. Опять, господи. Да на что ты намекаешь, Таня? Что, я пустое место без тебя? Да меня достали твои постоянные упрёки, твои обвинения, твоя ревность глупая. А меня достали. Твои измены постоянные. Я не могу. Слышишь? Я не могу их больше терпеть. Ты меня всю жизнь держишь, как пса на коротком поводке. Шаг влево, шаг вправо. Расстрел. Ах, вот значит, что. Как пса. Уходи. Я тебя больше не держу. Только я посмотрю, как далеко ты от меня уйдёшь. Свободу хочешь? Ну, давай. Иди на все четыре стороны. Слушай, мам, а куда Яна с папой уехали? Сейчас же ночь. Они пока поживут отдельно. Но почему? Мы расстаёмся с папой. Как это так? Папа с Яной будут жить сами по себе, а мы с тобой ещё кое с кем сами по себе. Кое с кем? Да. Помнишь доктор, который подарил тебе фонендоскоп у меня на работе? Да вот противного. Он не противный, он хороший. Так это мы с ним будем жить? Да. Но почему? Потому что… Он твой настоящий папа. Как это? Так это… Но у меня же есть папа. Ты взрослый мальчик. Я тебе сейчас всё объясню. Алина, я разошёлся с Татьяной. Все. Все кончено. Я рассказала, Серёжа. Обо всём. Вы решала? Я еду к вам, мои милые. Все, ждите меня. Вы меня ждёте? Конечно. Все, потерпи. Скоро приеду. Все хорошо. Да, Егор. Да, я жду. Я еду к вам. Я еду к вам. Любимый. Я еду к вам, какие-то необычные. КОНЕЦ. Редактор субтитров – Симон.